Всем привет! Сегодня протестируем два приборчика от FNIRSI. Это осциллограф 2C23T и мультиметр DMT99. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Начинается обзор естественно с распаковки. Внутри большой коробки находятся две коробочки с приборами. Первым идет мультиметр. Вскрываем коробку и тут нас встречает инструкция пользователя. Хорошо упакованный прибор, вокруг поролончик, все в целях безопасной транспортировки. На нижнем слое находятся щупы и зарядка типа Type-C. Да-да, тут не вшивая крона, а аккумулятор. И потом меня дернуло еще посмотреть, что же за щупы в комплекте. А это иголки, которые я для своего мультиметра покупал отдельно. Теперь вторая коробочка с осциллографом. Запаковано точно так же, но по размерам она больше. Это и понятно. Сразу в глаза бросилась нужительных размеров инструкция. Думаю, разберется любой начинающий. Прибор точно так же хорошо упакован и под защитной пленкой. В комплекте имеются щупы для двух каналов осциллографа. Щупы для мультиметра, щуп для генератора сигналов и разъем зарядки. Как и мультиметр, он имеет на борту аккумулятор. Щупы, кстати, тоже иголки. Кто пользовался, знает о чем я. Давайте включим мультиметр. Нас сразу встречает надпись авто. Круто. Получается, можно не крутить ручку как диджей, а просто произвести измерения. Ну и можно выбрать кнопками нужный режим. В общем, стандартное управление. Также есть меню. Из интересного там только две разные темы, которые немного отличаются друг от друга. И дальше уже функции, которые нужно показывать в работе. Первый режим это мониторинг данных. Если его включить, то на дисплее будет рисоваться график, как изменялось напряжение. А при надобности можно сохранить текущее показание. Оно будет отображаться в колонке справа. Такой режим можно применить не только для напряжения, а для сопротивления и тока. Второй режим это монитор диапазона. В нем можно задать рабочий диапазон измерений. И пока мы находимся в нем, то писка не будет. А вот как только мы вываливаемся из него, то сразу идет писк, сообщая нам о неисправности цепи. В этом режиме можно мониторить напряжение, ток и температуру. Давайте зарядим полноценное испытание. Но думаю, для этого нам нужен еще один мультиметр из такой же ценовой категории, чтобы можно было сравнить показания. Воспользуюсь юнит-61С. А эталоном у нас будет Сигленд, который на данный момент лучший в моей лаборатории и который имеет наибольшую разрядность. Первый тест это постоянное напряжение. Сначала низкое, потом понемногу будем увеличивать. Погрешность приборов разная на разных диапазонах напряжений. Но как по мне, 2023Т был наиболее точным. Но стоит заметить, что точность двух других приборов тоже осталась на уровне. Отклонение считаю в допуске. Теперь давайте посмотрим переменку. Для этого запустим генератор сигналов и выведем синус частотой 50 Гц. Показания приборов в данном тесте были максимально близкими. Но как по мне, переменка не требует особой точности. И эти измерения я делаю чисто для галочки. Теперь посмотрим сопротивление. Попробуем на двух разных диапазонах. Сначала относительно низкое, 20 Ом. Все показания примерно одни и те же, кроме эталона. Следующий предел это 9 кОм. Картина примерно такая же. Такой точности хватит в большинстве случаев. А если нужно точнее, то извольте использовать специализированный прибор. Еще тут заявлена возможность проверки конденсаторов. Не считаю эту функцию необходимой, но если отсутствуют другие приборы для измерения, то в целом можно узнать емкость кондерчика и устранить неисправность. Главное его разрядить перед проверкой. Оборудование такого не любит. Ну и куда же мы без тока? Давайте проверим показания амперметра. Тут сразу стоит сказать, что погрешность в измерении вносит все. И щупы, и блок питания. Поэтому предлагаю на измерении тока особо не заострять внимание. Получить идеальное измерение все равно не получится. Одним из популярных режимов работы есть прозвонка и тест диодов. В режиме авто оба устройства довольно долго думают. И это будет очень неудобно. Но вот если ручками перестроить в нужное положение, то скорость реакции заметно возрастает. И уже можно пользоваться без задержек. Но и тест диодов тоже работает вполне корректно на обоих приборах. Переходим к устройству номер 2. Выглядит оно уже солиднее. Так оно и есть. После включения нас встречает меню выбора. Тут целых три прибора в одном. Это и генератор сигналов, и осциллограф, и мультиметр, который мы уже протестировали. А также меню. Тут есть выбор языка, настройка автовыключения, яркости и громкости. Вот за автовыключение отдельный респект. Полезная штука, когда прибор произвольно выключается в самый нужный момент. Начнем тестировать генератор сигналов. Тут есть все основные сигналы. Синус, меандр, треугольник. Для оценки качества сигнала подключим наш стационарный осциллограф через кабель BNC-BNC. На нем можно будет оценить качество выходного сигнала прибора. На низких частотах, думаю, нет особого смысла протестировать. Тут сигнал соответствует действительности. Больше интерес представляет высокая частота. Когда доходим до максимума заявленной, то синус практически не искажается. А вот прямоугольник уже не очень. Фронты и спады оставляют желать лучшего. А вот так выглядит сигнал с моего настольного генератора с аналогичными настройками. Как видим, тут сигнал более четкий, но нужно учитывать, что и стоимость приборов разная. Ну и напоследок у нас осциллограф. Для начала давайте разберемся, как им пользоваться. Тут нам пригодится очередная фишка данного прибора. Это то, что генератор сигналов продолжает выдавать импульсы, даже если мы в другом режиме. Таким образом, не используя внешний генератор, попробуем разобраться с осциллографом. Для начала выбираем делитель щупа, один к одному. И режим измерения постоянка. Дальше мы можем настроить триггер. А именно канал, спад, фронт и режим единичный или нормальный. А сам уровень сигнала по триггеру можно выставить, нажав на кнопку триггера. Теперь стрелками вверх-вниз мы можем выбирать цену деления клеточки по напряжению, а стрелками влево-вправо по времени. Если же мы, допустим, встали на паузу и хотим рассмотреть сигнал, то с помощью кнопки движения можем переместить окно захвата. Давайте посмотрим сигнал с генератора сигналов. Форму импульсов я выбрал нестандартную, для того, чтобы визуально было видно точки сэмплирования. И как можем заметить, до частоты в 3 МГц мы могли различать полочку на синусе. А вот уже выше она исчезает. Квадратный сигнал тоже видим примерно до 4 МГц. Дальше уже хуже. На 10 же МГц заявленных мы увидим только очертания сигналов. Из прямоугольника он превращается в синус. Но даже такого порой достаточно, чтобы оценить сигнал. Как пример можно посмотреть реальное использование данного осциллографа. Мне в машине нужно было проверить работу лямбда-зонда. А тащить туда полноценный осциллограф очень не хотелось. А вот таким карманом без проблем можно подключиться и посмотреть сигнал. Это собственно его главное применение. Быть всегда под рукой даже в удаленных местах. Напоследок у меня очень чесались руки разобрать устройство и посмотреть из чего же оно состоит. Как видим тут все цивильно. Есть и экраны, и защиты в виде предохранителей. Так что по компоновке вопросов не имею. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что смотрите и до новых встреч.